Александр Поветкин Мухтархан Гилдобеков из Казахстана Александр Поветкин двукратный чемпион Европы 2002-2004 года чемпион мира 2003 года в общем безусловный фаворит олимпийского турнира в самой престижной весовой категории после первых боев создалось впечатление что вряд ли кто сможет не то что победить но даже оказать ему серьезное сопротивление но вы знаете такое впечатление бывает иногда обманчивым к сожалению выбыли уже из олимпийского турнира в других весовых категориях многие боксеры которые хорошо себя зарекомендовали некоторые выбыли не к сожалению по крайней мере если брать интересы нашей российской команды так такое небыстрое начало проверил на прочность лево-боковым Поветкин почему-то ему засчитали зато Зелдобекова крышка держится на дистанции ну наконец что-то и по ветке мы засчитали Вот Дилдобеков, видите, действует осторожно. Правильно. Колотушка у Поветкина. Будь здоров. И на чемпионате мира он сделал открытый перелом челюсти одному из своих соперников. Но, тем не менее, сейчас уже выровнялся счет. Но мне кажется, что... Ну, не буду. Тут уже стало общим местом кивать в сторону судей. Но мне показалось, что Поветкин действует подочнее, чем это кажется из счета, чем это видно из счета. Вяжет, вяжет. Дилдобеков. Хороший удар справа провел Поветкин. Как видите, Дилдобеков в таком осторожном ключе ведет бой. Сознавая силу противника. Он довольно, в общем-то, уважаемый боксер. В первом круге он победил немца Себастьяна Кёбера. Победил неплохо. С хорошим отрывом в очках. 28-18. И в конце боя Кёбер был уже на грани нокаута. Надо сказать честно. То есть бьет Дилдобеков хорошо. И вообще серьезный боксер. Вполне возможно, что если бы турнирная сетка развела их, они бы встретились не в четвертьфинале, а в финале. Но жребий часто распоряжается не по справедливости, а по своему усмотрению. Второй раунд. Точный удар Поветкина. Мне кажется, сейчас начнет давить. Ох, по печени пробил Поветкин. Это хорошо. Почему-то в нескольких его последних боях я не видел этот удар в его исполнении. Раньше он был одним из его коронок. Ну, видимо, вернулось. Три очка. Разрыв для боя тяжеловесов. Это неплохой результат. Заблокировал рукой удар Дилдобекова по ветке. А вот здесь обменялись. Попал. Попал Дилдобеков. Но разрыв сохраняется в общей. Маленькая пауза. Возобновляется бой. Такой тяжелый, вязкий бой получается. Ударов немного. Но каждым из них стену можно снести. Вот так, например, этим ударом справа. В исполнении Поветкина. И вы все видели сами. Потряс. Потряс Дилдобекова по ветке. Вот что делает его сила. В общем, почти равный бой только что ввел Дилдобеков. И все растерял. И еще один мощнейший удар справа. Надо иметь много мужества и крепкую челлиц, чтобы все это выдержать. 14.5 уже. Вполне возможно, что гонг спасет Дилдобекова от больших неприятностей. Спасибо. Продолжение следует...